Мобильный телефон Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку Вся эта ситуация – вымысел Вашему родственнику ничего не угрожает Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом Выигрыш Жулик звонит жертве под видом радиоведущего Он поздравляет абонента с крупным выигрышем и просит за что-то заплатить Радиостанции никогда не проводят выигрышных акций со звонками случайно выбранным абонентам СМС попрошайничества Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение У меня проблемы, положи на этот номер 900 рублей Сам не звони, свяжусь с тобой позже Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров Звонок от лица оператора Жертве звонят от лица оператора связи Абоненту предлагают подключить новую услугу Запугивают отключением номера Или просят заплатить за услуги роуминга Набрав комбинацию знаков на вашем телефоне Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд Назначение которых вам неизвестно Поддельный перевод Абоненту приходит СМС о поступлении на его счет мобильного перевода Сразу после этого ему перезванивают жулики Которые излагают легенду, что они по ошибке перевели деньги И просят их вернуть Естественно, никакой ошибки не было На самом деле денег вам не присылали Стоп-спам Иногда на мобильный приходит спам с парадоксальным предложением Защитить от спама Для удаления своего имени из списка Предлагается отправить СМС на один из коротких номеров В результате этих манипуляций вы потеряете деньги Это банальное мошенничество Банковский код Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована И просят обратиться за поддержкой по телефону Сообщник, отвечающий на этот звонок Просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты Управление КМВД России предупреждает Будьте бдительны и не давайте преступникам шанса Женщины наиболее легкая цель для мошенников в интернете Одно из мест действия, где злоумышленники подстерегают своих жертв Это интернет Женщины зачастую не принимают риск всерьез И попадаются на уловки мошенников Лишь 10% пострадавших от мошенников в интернете обращаются в полицию Ведь когда преступление совершено, у жертвы фактически не остается никаких улик Большую часть преступлений можно предотвратить заранее Если знать о том, как действуют преступники Интернет – среда, где легко вызвать доверие, сохраняя при этом анонимность Знакомство с целью наживы Привлекателен, вежлив, романтичен, предлагает встречу И, как правило, демонстрирует свою состоятельность Любыми способами доберется до ценностей жертвы Переписка с заключенными Умеет вызывать жалость и сострадание Часто примеряет маски несправедливо осужденного Легко входит в доверие Знакомится под предлогом пожить пару дней Или просьбы о финансовой помощи Знакомство с иностранцами Обходительный и вежливый Как правило, описывает свое хорошее финансовое положение Гражданин Африки, арабских стран или Восточной Европы Может действовать как на территории РФ Так и вывозить к себе на родину Где женщина лишается всех прав Знаете ли вы лично тех, кто пишет вам ВКонтакте Оценивает ваши фотографии в иноклассниках Или комментирует ваши сокровенные мысли в блогах Не афишируйте в социальных сетях и блогах Информацию о своих финансовых средствах и иных ценностях Это привлекает мошенников Интернет – территория повышенной опасности Не дайте себя обмануть Служа закону, служим народу